Это Израиль, трасса, которая ведет из города Аждот, город Иерусалим. И меня с моей собачкой Дульсинеи, мои дети везут из гостей после Песоха. Мы у них были целых 10 дней. Едем в город Мали-Атумим, который находится на 6 километров восточнее от Иерусалима. И здесь вот одни только виды по сторонам справа и слева, чего стоят. Красота необыкновенная. На таких ровных дорогах и на высокой скорости с виражами меня и собачку сильно укачивает. И поэтому перед разными поездками мы принимаем специальные таблетки от укачивания. Высота этой местности вокруг Иерусалима колеблется от 500 до 1200 метров над уровнем моря. Постепенно из приморской низины мы поднимаемся вверх. Эти горы состоят из минеральных пород, в том числе мрамора, с небольшой примесью глины, светлой или красной глины. И вот на этих, казалось бы, безжизненных скалах растет такое великолепие растений. Очень много хвойных пород, деревьев и кустов, а также всякие засухоустойчивые виды лиственных. Дожди здесь последний раз проходят в начале апреля, а в отдельные годы заканчиваются еще в марте. И до самого ноября или декабря дождей больше не будет. И небо 9 месяцев будет ясным, без единой точки или облачка даже. Трава до июня, конечно, вся выгорит вокруг. И все, что сейчас зеленеет и цветет, скоро будет выглядеть в желто-коричневых таких тонах. А вот деревья так и останутся зелеными и красивыми. Они цепляются своими корнями в каменистые расщелины и каким-то непостижимым образом умеют добывать себе влагу, питание, то, что необходимо для жизни. Здесь в Израиле красную глину называют красноземом, как у нас, как у нас чернозем. И она очень питательная для растений. Но там, где что-то выращивается, добавляют еще песок и торф, чтобы корням растений было чем дышать. Потому что сама глина, она очень тяжелая и при высыхании вообще становится как камень. А вот город Мали-Адумим, куда мы едем, уже находится, это считается иудейская пустыня. Хотя тоже сам город стоит на возвышенности. Состав горных пород здесь почти такой же, но больше будет песка. На этом участке пути много туннелей, которые пробиты в скалах. Причем есть туннели большой протяженности. А если ехать от Мали-Адумим на юг, это я уже заранее говорю, еще мы туда не доехали, то это будет уже пустыня в полном смысле этого слова. Одни камни, песок и минимум каких-либо растений. Руками людей, конечно, растения здесь посажены, но без полива здесь ничего расти не будет. Поэтому везде здесь все поливается, все культурные растения круглогодично поливаются с помощью капельного полива. Здесь же тоже есть и населенные пункты, и города, и большие, и маленькие, где живут люди. Поэтому все везде за всем ухаживают. Вот проезжаем еще один туннель длинный, и также навстречу попадаются туннели, которые ведут в обратную сторону. Но пришлось нам проезжать и такие места, которые пострадали от пожаров и выглядят совсем черными. И мы видели приличные площади хвойных насаждений, где стояли одни скелеты деревьев, то есть черные, обгоревшие стволы и ветки без хвои. А вот моя Дуняшечка, вот бедненькая, ей тут жарко сидеть. Она просится на ручки, а на руках еще теплее. Так, иногда бывают здесь пожары даже без участия людей. Объясняется это тем, что в хвое содержатся смолы и горючие эфирные масла, которые могут самовоспламеняться от высокой температуры воздуха в летнее время. Поэтому в Израиле запрещено жечь костры или сжигать мусор, или поджигать траву. И у кого частный дом, и есть сгоревшие сухие ветки или трава, или какой-то мусор, то это все нужно выносить, не сжигать. Расстояние от приморского города Аждот до Иерусалима небольшое, примерно 70 километров. Но из-за пробок на дорогах ехали мы где-то полтора часа. Это считается недолго. Бывают пробки и на два или на три часа. В Израиле дорог как будто бы много, но и машин еще больше. Поэтому пробки здесь всегда есть. Из-за этого не хочется лишний раз никуда ехать. В гости или куда-то еще. Но людям деваться некуда, кто работает. Приходится каждый день ездить на работу. Израиль очень маленькая страна. Один город примыкает к другому, и люди ездят на работу в другие города совсем не там, где они живут. А насчет чистоты и культуры людей в Израиле, так это вопрос спорный. Люди здесь чистоту не ценят. Ну, как и везде, наверное. Сорят, где вздумается. Все зависит от мэра города. Какого хозяина народ себе выбрал. Для примера возьмем хотя бы Иерусалим, столицу, и небольшой город Малиадумим. Так вот, в Иерусалиме, прямо в центре, можно увидеть неубранные кучи мусора или неподметенные улицы. А в Малиадумим все убирается сразу. И город благоухает цветочками и всякими насаждениями. Много зелени. И мусор здесь вывозят каждый день. Мусорных баков очень много на каждом шагу, в ящичках специальных. И чистота не зависит вообще от культуры людей. Люди безбожно сорят везде, в любой стране. Просто где-то вовремя убирают, а где-то не вовремя. И процесс уборки плохо налажен. В этом месте мы подъезжаем вот к мосту, который построен специально для диких животных. Козочек, оленей и других, чтобы они могли безопасно переходить с одной стороны трассы на другую. Люди по этому мосту не ходят. Это именно только для животных. Там нет для людей пешеходных тропинок, даже тротуаров. Всем зрителям, которые приняли участие вместе с нами в этом маленьком путешествии, большое спасибо.